Помимо тех стихов, которые мы с вами рассмотрели, Евангелие от Иоанна 1.1, Евангелие от Иоанна 20.28, есть еще целый ряд стихов в Писании, которые говорят нам о том, что Христос является Богом. У святей Львовы ко многим из этих стихов есть какие-то претензии, какие-то возражения. Есть два стиха, которые говорят о божестве Христа совершенно однозначным образом. Для того, чтобы это понять, нам нужно с вами разобрать одно очень важное правило, которое касается греческого языка. Это правило называется по имени человека, который его вывел, который его сформулировал. Называется оно правило Гренвилла Шарпа. Гренвилл Шарпа это был английский христианин-лингвист, который в 1798 году впервые публиковал небольшую работу, небольшое исследование, которое как раз это правило вывело. Давайте мы с вами это определение запишем, а потом разберем, как оно выглядит. В изложении очень известного специалиста по греческому языку Дэниела Уоллеса оно звучит таким образом. В греческом языке, когда два существительных соединены союзом кай, или по-русски и, а определенный артикль стоит лишь перед первым, между этими двумя существителями есть близкая связь. Эта связь всегда указывает, по крайней мере, на некоторое единство. На более высоком уровне она может предполагать равенство. На высшем уровне она может указывать на тождество. Когда такая синтактическая конструкция соответствует трем конкретным требованиям, эти два существительных всегда относятся к одному и тому же лицу. Если такая синтактическая конструкция не соответствует упомянутым требованиям, эти существительные могут относиться, а могут и не относиться к одному и тому же лицу или предмету. Сложное немножко определение, но давайте попробуем с вами его разобрать в графическом варианте в виде надписи, чтобы было проще в нем разобраться. Итак, конструкция, о которой говорит Грэнвилл Шарп, выглядит таким образом. Есть два существительных. Одно существительное и второе существительное. Эти существительные должны соответствовать трем требованиям. Первое требование. Ни одно из существительных не должно быть безлично. Второе требование. Ни одно из существительных не должно стоять во множественном числе. И третье. Ни одно из существительных не должно быть именем собственного. Если эти два существительных отвечают нашим требованиям, если между ними стоит соединительный артикль и, по-гречески который звучит кай, и перед этими двумя существительными стоит один общий определенный артикль, который относится ко всей конструкции, то вот это существительное и вот это существительное относятся к одному и тому же лицу. Такая конструкция. Если мы с вами посмотрим на два стиха в Писании, мы увидим, что именно благодаря вот этому правилу эти два стиха совершенно однозначно говорят, что Христос является Богом. Давайте мы на эти два стиха посмотрим. Послание к Титу, 2 глава, 13 стих. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Два существительных, Бога и Спасителя. Ни одно из них не является безличным, ни одно из них не стоит во множественном числе, ни одно из них не является именем собственным. Между ними стоит определенный, перед ними стоит определенный артикль и между ними стоит соединительный союз «и» или «кай». Значит, оба этих слова, Бог и Спаситель, относятся к одному и тому же лицу, в данном случае к Иисусу Христу. Тимофея 2 глава, 13 стих говорит о том, что Христос есть Бог и Спаситель. Очевидно? Второй отрывок, который мы посмотрим, это 2 послание Петра, 1 глава, 1 стих. 2 послание Петра, 1 глава, 1 стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Бога нашего и Спасителя. То же самое. Два существительных, ни одно из них не безличное, ни одно из них не во множественном числе, ни одно из них не имя собственное, между ними стоит соединительный союз и перед ними стоит артикль определенный. Оба этих существительных относятся к одному и тому же лицу, в данном случае Иисусу Христу. Очевидно, да? Вот эти два текста из достаточно большого количества подобных текстов совершенно замечательным образом точно соответствуют параметрам, условиям правила Гренвилла-Шарпа и, соответственно, доказывают, что Христос является Богом. Господом и Богом, Спасителем и Богом. Еще одно совершенно замечательное место, о котором мы поговорим, это всем известный стих из Ветхого Завета, книга Исаии, 9 глава, 6 стих. Да, пророчество о Христе. Давайте мы откроем этот текст и прочитаем его, как он стоит в нашем переводе синодальном. Исаия, 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Бог Крепкий. Опять же, для любого нормального непредвзятого человека этот стих является совершенно четким, однозначным указанием на то, что Христос является Богом. Его Исаия называет Богом, хотя Первая Заповедь однозначно запрещает называть Богом кого бы то ни было, кроме истинного всемогущего Бога. В свете Леговы, тем не менее, опять же, разыгрывают свою старую карту и говорят о том, что Христос был Богом крепким, но не был Богом всемогущим. То есть, он был каким-то Богом в маленьком понимании, Богоподобным, но не был Богом всемогущим. Первая проблема с этим толкованием заключается в том, что спустя несколько стихов в 10 главе той же самой книги пророка Исаии, в 21 стихе мы читаем ту же самую еврейскую фразу, ту же самую фразу на иврите, которая в нашем переводе переведена немножко по-другому, но в тексте на иврите абсолютно одинаковая. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Вот эти две фразы на русском языке Бог сильный и Бог крепкий. В еврейском тексте это одна и та же фраза Эль Гебор, то есть Бог крепкий или Бог сильный. И мы видим, что та же самая фраза, которая в 9 главе используется по отношению к грядущему Мессии, и в 10 главе используется по отношению к Богу Иегове или к Богу Яхве, потому что в 20 стихе 10 главы мы читаем, что речь идет, конечно, о вот этом самом великом, едином всемогущем Боге Яхве, Боге Иегове. Интересно, что свидетели Иеговы знают об этом факте, знают о том, что там стоят одинаковые выражения, но пишут об этом очень интересные вещи. Очень интересную вещь. Они пишут. Исайя пророческими словами назвал Мессию Иисуса Богом крепким. Исайя 9.6. В Исайя 10.21 тот же пророк говорил об Иегове как о Боге сильном. И они признают, что речь шла именно об Иегове, не об Иисусе Христе. Некоторые пытаются использовать это сходство формулировки, чтобы доказать, что Иисус Бог. Но нам надо быть осторожными и не вычитывать из этих стихов, чего в них нет. Еврейское выражение, переведенное Бог крепкий, относится не только к Иегове как к Бог всемогущий. Конечно, есть разница между крепким лицом и всемогущим лицом, не имеющим над собой главы. На самом деле, все это абсолютно пустая болтовня. Никакой сути, никакого разума в этих словах нет. Во-первых, святые Иеговы идут на прямой обман. Смотрите, как они пишут. Они говорят, некоторые пытаются использовать это сходство формулировки, чтобы доказать, что Иисус Бог. Здесь нет сходства формулировки. Есть одна и та же еврейская фраза. Это не похожая фраза. Это одна и та же формула. Эль Гебор. Бог крепкий или Бог сильный. Теперь, что касается всего остального. Заявление о том, что еврейское выражение, переведенное как Бог крепкий, относится не только к Иегове, это на самом деле чистая спекуляция, за которой не стоит ничего существенного, никаких фактов. Потому что на самом деле это выражение Бог крепкий во всем Ветхом Завете ни разу не употребляется по отношению к кому-либо, кроме всемогущего Бога. Бог крепкий – это титул, который употребляется только применительно к Богу Отцу, к Богу всемогущему, к Богу Авраама, Исаака и Иакова. То, что говорят святители Иеговы, это не только не факт, это противоречит всему тому, о чем Библия на самом деле говорит. Если вы хотите проверить этот факт, пожалуйста, второзаконие 10.17, второзаконие 10.17, не имея 9.32, Иеремия 32.18. То есть на самом деле я нашел 4 места в Писании, где используется эта фраза дословно «Эль-Гебор», считая Исаия 10.21. Ну, считая Исаия 9.6, получается 5 мест. Второзаконие 10.17, не имея 9.32, Исаия 9.6, Исаия 10.21, и Иеремия 32.18. Во всех этих случаях фраза «Эль-Гебор» употребляется по отношению к всемогущему единому Богу. Если только почему-то Исаия 9.6 не является исключением. Но единственная причина, чтобы считать его исключением, это только злая воля самих свидетелей Иегов. Далее очень важно на самом деле обратить внимание на совершенно другой аспект. Свидетели Иеговы, когда говорят обо всех этих тонкостях, они отвлекают внимание от одного самого важного момента. Вопрос не в том, называет ли Исаия Христа Богом всемогущим или Богом крепким. Важно то, что Исаия называет его Богом. Потому что само вот это слово «Бог» в книге пророка Исаии употребляется 20 раз. И каждый раз, но принимает только одно из двух значений. Либо это Бог истинный, либо это Бог ложный, то есть идол. Других Богов Исаия не знает. Либо это Бог всемогущий истинный, либо это Бог, который сделан руками человека. И поэтому, когда в книге Исаии 9 главе 6 стихе Исаия называет Христа Богом, неважно каким, всемогущим или крепким, он тем самым предлагает нам один очень простой выбор. Либо мы считаем Христа идолом, сделанным человеческими руками, либо мы считаем его всемогущим Богом. Потому что другого, третьего варианта, просто не существует. Либо это истинный Бог, Эммануил, Бог с нами, либо это человеческая выдумка, не способная нас спасти. Значит, вот это вот те основные места, на которые мы можем ссылаться, когда мы говорим о том, что Христос является Богом. Конечно, можно найти гораздо больше различных библейских текстов, и для этого я обращу вас как раз к тем книгам, о которых мы говорили вначале. Но, тем не менее, вот эти основные места наиболее интересные, вам стоит знать и о них помнить. И последний момент, когда мы говорим с вами о божественности Христа, дополнительным свидетельством того, что Христос является Богом, является тот факт, что в Писании Христос делает те дела, которые может делать только Бог. Один из... Один из таких примеров мы видели с вами на вчерашних наших лекциях, когда Валерий Николаевич напомнил нам про стихи из «Послания к евреям» первой главы с 10 по 12, когда мы видим, что это цитата из Ветхого Завета, которая там, в Ветхом Завете, относится к Богу всемогущему, к Иегове, мы понимаем, что сам Бог, фактически, в «Послании к евреям» называет Христа Богом и приписывает ему текачество, которое есть только у Бога. Но в данном случае есть еще и другие интересные указания, на которые нам нужно обратить внимание. Например, «Послание к римлянам», 10 глава, 9 стих. Апостол Павел пишет о том, что Бог воскресил Христа из мертвых. И святитель Иегова совершенно справедливо убежден в том, что воскрешать может только Бог. Только у Бога есть такое право, такая возможность, такая способность. именно поэтому другое место в Писании, где говорится также о воскресении, для святителей Иеговы представляет серьезную проблему. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 18 по 22 стих. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 18 по 22 стих. В этом отрывке Господь Иисус Христос предлагает своим собеседникам, иудеям разрушить храм Соломонов, храм Иродов, фактически, по сути дела, храм Иерусалимский. И говорит, разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его. На это отвечают ему иудеи и говорят, этот храм строился 46 лет, а ты в 3 дня его восстановишь. И дальше мы читаем 21 стих. А он говорил о храме тела своего. Самая замечательная особенность этого стиха, кто по обещанию Господнего восстановит храм его тела? Он сам. Он говорит, разрушите храм сей, и я в 3 дня восставлю его. Господь обещает воскресить сам себя. Что с точки зрения святили и губы, да и вообще с точки зрения любого нормального человека, означает претензию на божественность, потому что никто, кроме Бога, не может вернуть человеку жизнь. святили и губы часто возражают на это, что Иисус Христос говорил не о храме своего физического тела, а о храме тела церкви, тела Христова, как собрание учеников. Здесь возникает одна любопытная неувязка. Во-первых, храм, если мы говорим о теле Христовом, то оно возникло не на третий день после распятия Христа, а на пятидесятый день, в день Пятидесятницы. И поэтому в данном случае Господь должен был сказать, разрушите храм сей, и я через пятьдесят дней восстановлю его. Он же говорит явно о своем физическом воскресении через три дня, о знамении Ионы Пророка. Три дня пробудет в могиле, потом воскреснет. И более того, у нас есть с вами двадцать второй стих, который говорит следующее. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, и слову, которое сказал Иисус. Речь явно шла о физическом воскресении Христа. Он обещал, что воскресит свое тело. Каким образом это произошло? Представьте себе вот это вот самое время после воскресения. Господь является ученикам и показывает им, что на самом деле физически воскрес. Один из учеников отсутствует в этот момент и говорит, пока я не потрогаю руками, не поверю. Господь является ему и говорит, вот он я сам, оси же меня и не будь неверующим, но верующим. И Фома говорит ему, Господь мой и Бог мой. Почему он это сказал? Именно поэтому, потому что Господь еще три года назад сказал, что он сам воскресит свое тело, если оно будет разрушено иудеями и сделает это на третий день. И для Фомы это было ясное указание на то, что Господь Иисус Христос это тот самый Господь и тот самый Бог, которому он должен служить и которому он должен поклоняться. Только Бог может воскресить мертвого. Есть в нашем центре статья на эту тему, написанная очень замечательным американским апологетом Робертом Боуманом. Статья в нашем индексе носит номер 102 и называется Храм Тела Христова. Роберт Боуман, Храм Тела Христова. Если вам интересно более подробно почитать на эту тему и увидеть, каким образом святители и головы пытаются все-таки отстоять свою точку зрения и почему все их попытки тщетны, то, пожалуйста, обратите внимание на этот момент. Ну и кроме того, давайте не будем забывать о том, что Господь Иисус Христос еще и грехи прощал, что опять же может делать только Бог. Причем иудеи сами говорили ему об этом, кто это такой, что грехи прощает. И помните замечательный момент, когда Господь спросил, а что проще сказать, прощаются тебе грехи твои или возьми постель твою и уходи, потому что сказать прощаются тебе грехи твои может любой. Это же не видно, что там простились, не простились. А взять постель, скажи возьми постель и ходи, все же увидят. И Господь сказал, чтобы вы поняли, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, я скажу, возьми постель и ходи. Товарищ встал и пошел. У Сына Человеческого была власть на земле прощать грехи. Вспомните, когда Господь посреди бушующего моря одним словом утихомирил бешеный ураган на море Галилейском. Кто он такой, которому и буря повиноватся, и ветра повиноватся. Это Иисус Христос, Творец Вселенной, Владыка, который все держит в своей руке. Никак иначе это объяснить нельзя. Христос на самом деле является Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok